По всей России проходили стратегические командно-штабные учения «Гром-2019». На территории Тверской области также прошли мероприятия. Зато «Озерные» проверили готовность ракетных войск. Наши коллеги телеканала «Озерный» и «Инкомсеть» подготовили сюжет. Стратегические командно-штабные учения проводятся ежегодно, но каждый раз проходят по-разному. Отрабатываются тактические мероприятия. В высшей степени боевой готовности приведены все ракетные войска. Личный состав частей подразделения обеспечения ракетной дивизии участвуют в стратегическом командно-штабном учении. Силами батальона боевого обеспечения проводится разминирование условно-заминированной позиции, которую должна занять техника. Проводится непосредственное действие с миноискателем, также с применением специальных средств, таких как, назовем их, кошки, прочесывание местности, с последующим извлечением найденного заряда и его нейтрализацией. Местность подразвертывания техники готова основательно. Агрегаты надежно замаскированы. По всему периметру выставлена охрана. Патрульные прочесывают лес, чтобы быть уверенными, на территории нет посторонних. Волна 0-1, я волна 44, направление ЛЭП, высветили подозрительное лицо. Принял. Подвижный резерв к бою. Силами личного состава подразделения охраны в позиционном районе было отражено нападение условного противника, после чего противник был захвачен и нейтрализован. Свернуть агрегаты к бою. Задача, которая стоит перед военнослужащими – отработать свертывание и марш боевой техники. От действий каждого зависит слаженность работы всего механизма и точное выполнение поставленной боевой задачи. Части подразделения обеспечения ракетной дивизии после выполнения боевой задачи в полевом районе совершают марш в пункты постоянной дислокации. Техника проверена перед маршем. Бои готовы. Все задачи были выполнены на оценку «Отлично». По возвращению с полевой позиции техника будет приведена в исходное положение. А наши ракетчики продолжат выполнять боевые задачи в пункте постоянной дислокации. Надежда Салихова, Артем Данилов. Озерная инкомсеть.